Сети, ну я уже предчувствую, из вашего, из того разговора, который вы начали, этот вопрос, очень часто упрекают в том, что они нового это создать не могут. То есть они накормлены опытом, и возникает вопрос, ну то есть вот, а может ли появиться принципиально новый художник на основании того, как бы что было скормлено нейросетями. Понимаете, в чем штука? Вот, скажем, тоже, я слышал это больше даже в контексте чата GPT, то есть текстовая нейросети, не той, которая рисует, той, которая пишет тексты. Что я, ну что делает чат GPT, говорят мне? Ну, она просто берет чужие идеи, их сортирует, сортирует факты и так далее. Одно только есть обстоятельство. Это люди так делают. Это причинный принцип постмодерна, заключающийся в том, что, в общем-то, своих идей у нас практически нет. Все то, что у вас в голове, оно делится на следующей категории. Что-то вам рассказала мама, что-то вы прочитали в книгах, что-то вы посмотрели в интернете, что-то в роликах на ютубе, что-то вам сказала соседка, ну и что уж греха таить, что-то рассказал я. То есть возникает вопрос, а что является вашими личными мыслями? В каком-то смысле вы представляете собой такое же собрание мыслей, только существенно более бедное, да? Потому что, ну, она обкормлена вот этими миллиардами статей, а мы просто в силу ограниченности жизни и ограниченности круга общения имеем не совсем такой поток информации на входе нашей нейросети. То есть, грубо говоря, они творят так, как творят люди, потому что они учатся так, как учатся люди. На эту тему есть несколько, даже не несколько, великое множество научных работ. Я помню, что когда я был помоложе и получал техническую специальность, вообще бытовало мнение о том, что наш мозг – это такая библиотека, или такой винчестер, или такой RAM, ну, то есть такая, знаете, пластинка с памятью, да, которая в компьютере, так или иначе. А вот потом стало понятно, что память человека, она устроена вообще не так. Она принципиально, ну, и механизмы имеет, и поэтому, в частности, невозможно ее измерить в байтах, да? Вот, собственно, то, в чем можно измерить память компьютера. Эта линейка не прикладывается к памяти человека просто потому, что она структурно существенно больше похожа на нейросеть, чем на что-то, что действительно имеет пол. Там нет адресов. На эту тему масса научных статей вы найдете, но вот чисто на уровне генезиса я бы хотел, чтобы вы запомнили, что это не библиотека, это в большей степени именно нейросеть. Так вот, если не существует своего знания, если знание, оно, как правило, заимствованное, по большей части, ну, то уже, безусловно, вот как раз в картине Беллини «Святая аллегория», там огромное количество знания, да, просто прорва знания. Ну, безусловно, что у нейросети знания существенно больше, чем у каждого конкретного художника, если на данный момент Мид Джонни скорблено 2,3 миллиарда картинок с 3,5 миллиардами параметров. То есть это существенно превосходит когнитивные способности небольшого города, а не то, что человека. Смотрите сюда. Дойдем, дойдем. Вот вопрос тут этический. Я коснусь этого, если вы спросите в конце. Где Магрит? Уже вот этот вот уровень озадаченности вызывает определенные сомнения. Я отвечу на этот вопрос очень просто. А не важно, где Магрит. Если бы Магрит нарисовал любую из этих картин и назвал ее сын человеческий, ничего бы не изменилось. Вот вообще, место этой картины может занять абсолютно, если что, это лишнее левое оригинальный, но по большому счету абсолютно никакого значения не имеет, где здесь настоящий Магрит. Но почему я говорю про Магрита? Потому что люблю. Я вообще люблю рассказывать людям про любимое. А может ли создать сеть новая? Хороший вопрос. Вот совсем новая. Вот давайте допустим... То, что я сейчас вот покажу, какие фокусы... Значит, первое, кстати, между прочим. То, что я сейчас буду показывать, это дело на не Миджоне, это дело на Блю Виллу, на всякий случай, если кто-то будет что-то повторять. Но у этого причины, исключительно, стратегические были, не какие-то системные. Я уверен, что Миджоне сделало бы лучше, но в Миджоне я этого не переделывал. Я думаю, что нейросерия, безусловно, новое создать может по обозначенным выше причинам, потому что методика в сущности такая же. То, что я сейчас покажу, это не доказательство, но это повод для размышления, на мой взгляд. Магрит очень любил разговаривать о том, как, что и почему он рисует. И вообще, он потрясающий художник, еще и в силу своей простоты, внятности средств и сложности образов. Причем сложности очень литературные, а все-таки, поскольку я, в первую очередь, писатель, то мне это очень и очень близко. Значит, если мы посмотрим на череду предшественников Магрита, то там, безусловно, он не очень любил упоминать древних. Вот совсем. Он любил упоминать тех, с кем он общался, поэтов особенно, и так далее. Но Магрит, конечно, растет из Джотта. Это, в общем-то, в нескольких письмах его упомянуто, его впечатлениях от поезда в Италию и так далее. Но давайте подумаем о том, что, а если бы не было в истории Магрита, мы могли бы из Джотта развить образность до чего-то похожего на Магрита. Ну, хотя бы похожего. Еще раз говорю, не надо думать, что я тут претендую на какие-то логические доказательства. Это, так сказать, элемент шоу, если угодно. Окей, давайте посмотрим. Я попросил, вы знаете, у Магрита есть какое-то количество рекуррентных образов. Яблоки любит, птичек любит, трубки любит и так далее. Я попросил просто обобщенный сюрреализм с яблоками, птичками и трубками. Значит, первое, нейросеть, она не обязана вас слушаться полностью. Судя по всему, трубкой она то ли пренебрегла, то ли она сделала вот эту самую подножку в виде трубки или что-то в таком духе. Первый тезик заключается в том, что вообще довольно хорошая картинка. То есть, в общем-то, она в достаточной степени приятная. Здесь очень здорово пойман баланс, вот этой вот динамики композиции. Вот то, что птица, то ли часть яблока, то ли изображение на яблоке. Мне нравится. Очень хорошая работа. Если бы мы, например, увидели, что это нарисовал человек, я думаю, что она произвела бы какое-то впечатление. Чрезвычайно удачно и не лишено, ну, такого высокого изящества, скажем прямо. Другой запрос абсолютно. Мы просим нарисовать что-то сюрреалистичное с яблоками, птицами и трубками в стиле Джотто. И мы получаем что-то такое. Ну, в первой картине чувствуется что-то басхисянское. Я об этом вообще не думал, честно говоря, совсем. Но возникают какие-то моменты. Единственное, что тут несовершенно, это несоответствие объемов. Это, кстати, многие слышали, наверное, что у нейросети сложно рисовать руки, рисовать что-нибудь такое, типа губной гармошки, потому что они знают, как устроен предмет. Она чисто статистически к нему подходит. И тут, конечно, если бы в этой картине как-то соотнести вот этот размер дырки с количеством осколков, вот было бы совсем хорошо. А тут что-то так, кто откуда вылупился, как это произошло. Яблоко это типа яйца, это изнутри. В общем, хорошо. Во второй картинке вы видите. То, что басх, наследник, ну, так иначе, какая связь между басхом и Джотто, я вообще не думал об этом до того. На второй картине мы видим, что сеть решила связать трубку и яблоко во что-то монолитное. То есть это стало цельным предметом. Но третья и четвертая, честно говоря, меня занимают еще больше. На третьей мне, конечно, очень сильно заинтересовала вот эта вот щепочка, отбрасывающая тень и такое впечатление, что вот принцип сюрреализма, да, такое впечатление, что вот все, абсолютно вся реальность по обе стороны от щепочки, это тень этой щепочки, так или иначе. А четвертая заключительная, ну, здесь удивительное изящество трех птиц. Ну, вот эта вот птица, висящая в воздухе, вроде как она сидит, она на жердочке, но она в воздухе при этом, да. Изящество трех птиц, большой, маленькой, искусственной, да. В действительности все это чрезвычайно интересно, но я не буду тут рассыпаться в комплиментах таких, как в первой картине. Первая вообще, по-моему, шикарная, которая вот до того, как мы ввели Джотто в игру. Да, но здесь тоже все в достаточной степени хорошо, цельно и интересно. На всякий случай, просто, в качестве какого-то эксперимента, попросим нарисовать нам сюрреализм в духе Магрита. Ну, это здорово, по-моему. Потому что птица его, ну, чему удивляться тому, что нейросеть знает, каких Магрит рисовал птиц. Ну, вот эта вот идея с двойным яблоком, я у него не знаю такой картины, но в сущности это абсолютно его образ. Ну, то есть, вот это вполне себе могло бы быть. И парящее это яблоко, и рядом с парящей птицей. А яблоко парит, да, как женщина на святой аллегории, да. Да все, все как-то взаимосвязано, да. Все связывается одно с другим. Ну, и вот теперь, путем пространных объяснений, не используя слово Магрит, мы просим нейросеть нарисовать сюрреализм с яблоками, птицами и трубками в духе неизвестного последователя Джотта, который существует в 21 веке. И мы получаем что-то в таком духе. Я не буду тут говорить о том, что мог ли Магрит нарисовать, не мог ли Магрит нарисовать именно это, но я знаю довольно много его картин. И я ничего не говорил про эту рамочную структуру, которая внезапно здесь появляется, хотя ничего я такого сорта не просил. Вот здесь тоже, собственно говоря. Про эту изогнутость линий, которая тоже появляется в позднем Магрите. про вот эту тень в форме яйца. Но это одна из самых известных его работ. И так далее. То многообразие и та, ну в каком смысле, мутация идеи, которая происходит внутри, я не буду говорить в сознании, внутри нейросети, она порой действительно завораживает. Но давайте обратимся к чему-то несколько более теоретическому. Что такое нейросеть с формальной точки зрения? Это преобразователь text to image, то есть преобразователь текста в изображение. Школьный подход к анализу любого рода художественных произведений, подход, с которым, честно говоря, я уже устал бороться, но устал, но продолжаю, это ставить вопрос в духе, а что хотел сказать автор. То есть якобы в центре любого произведения стоит идея, мысль, а главное непреодолимое желание что-то сказать юному подростку. Давайте подумаем о том, что такое идея в частности. Я же не говорил нейросети, что конкретно включает в себя идея веры. Я попросил просто нарисовать веру. Идея веры, она уже берется из того совокупного знания, которое так или иначе существует внутри. Это можно назвать ожиданием, это можно назвать вкусом, это можно назвать статистикой, это можно назвать модой, это можно назвать как угодно, но вот это априорное знание, которое мы сегодня уже неоднократно упоминали, оно так или иначе существует. Хорошо. А может быть в центре не идея, может быть в центре описания. Ну, сама по себе мысль не пустая, но только в чем штука. Описание, как правило, это что-то вторичное, ну, в том плане, что сначала у нас возникает источник, сначала возникает произведение, а потом, глядя на это произведение, мы можем составить его описание. То есть это нейросеть представляет собой какой-то новый инструмент, творчество посредством описания. Это напоминает немного эксфрасис. Я думаю, что кто-то, быть может, слышал, это одно из ключевых художественных упражнений, таких традиционных, когда так учили художников в разных академиях и тому подобное, то есть когда бьется человек, он приходит в комнату, смотрит картину, запоминает, потом он идет в комнату, где сидят художники, и начинает им ее описывать, и они рисуют. Действительно, если, кстати, это отличная идея развлечения на день рождения или вот какой-то вечеринки, мне кажется, мне очень много всего интересного можно таким образом увидеть. Но вот в чем штука. Понимаете, с этим описанием всегда возникает масса вопросов смысловой дистанции. Я не так давно ехал на машине и слушал музыку Стюарта Шарпа под названием «Сифония ангелов» и «Шествие ангелов» и так далее. Штука в следующем. Я вроде как не самый неискушенный слушательный зритель и так далее. То есть, в общем-то, смею предположить, что квалифицирование многих других воспринимателей искусства. Но музыка очень хорошая. Очень хорошая. Но я там не слышу «Шествие ангелов». То есть, я абсолютно не понимаю, почему она так называет. Она хорошая. Я ее еще послушаю. Но просто я не понимаю, почему это «Шествие ангелов». Тут возникает некий зазор. Я глубоко убежден, что, наверное, он понимал. И он там вот это вот закладывал. Но вот этот вопрос перцепции, ее индивидуальности, он встает с новой остротой, потому что мы вполне можем допустить, что у нее тоже в определенном смысле перцепция в достаточной степени индивидуальна. Чего мы так привязались к идее и к описанию и так далее? Ну, у этого есть довольно веские причины, которые связаны с тем, что человек – существо словесное. Что мы все формулируем словами. И это стало особенно общим местом внутри художественной философии XX века. Дорида говорил, нет ничего, кроме текста. Фуко говорил, что эпистемы определяют исторические периоды. И на секундочку я глубоко убежден, что нейросеть станет эпистемой нашего времени. Это уже понятно. Ницше «Мир как текст», Витгенштейн с языком, я уже об этом говорил, замечу как писатель. Именно поэтому литература – это главное из искусств. Понимаете, в чем штука? То, что не формулируется словами, оно как бы не сохраняется зачастую. Нужно сказать, что живопись вообще с феноменами, которые словами не формулируются, работает чрезвычайно редко. Если работает вообще, но, по-моему, работает. Но возникает все-таки вот этот вопрос. Почему же, если понятие идей как таковой до такой степени уязвимо, почему люди так любят понятие идей? Ну, потому что это фундамент со времен Демокрита и Платона, который ввел это понятие, которое на тот момент понималось существенно более, ну, скажем, монументально и менее конкретно, чем сейчас. Потому что это духовная единица, которая обладает ценностью. А нам очень важно все время связывать духовное и материальное. Так или иначе, наводить вот эти вот мосты между двумя мирами, потому что существовать одновременно в двух несвязанных мирах это чрезвычайно дискомфортное состояние, дискомфортное положение. Люди вообще склонны объективировать идею, каким образом отрывать ее даже от каких-то конкретных проявлений, давая ей возможность проявиться многократно. Сол Левит говорил, идеи сами по себе могут быть произведениями искусства. Ну, мы вспоминаем концептуализм и многое другое. Все идеи не обязательно должны быть воплощены в жизнь. Произведение искусства можно понимать как проводник от сознания художника к сознанию зрителя. Вспоминаем Толстого, да? Но оно может никогда не достичь зрителя или никогда не покинуть сознание художника. А вот это уже интересно. Понятие идеи довольно четким образом связывается с другим очень важным для нас понятием, важным, понятием, которое делает для нас бытие комфортным, если угодно, это понятие цели. Это тот вот самый вопрос «зачем?», который очень часто мы себе задаем. И понятие идеи таким образом вводит и в категорию искусства тоже, помимо всего прочего, практический смысл. И как таковой смысл, и смысл практически в особенности. И поэтому от века обсуждается вопрос, есть ли у искусства цель. Тут важный момент, я неоднократно говорю, что английский язык для всех этих разговоров существенно удобнее. Цель в данном случае – это purpose. Это не aim, не target, не вот это. Это именно цель в значении purpose, да? Сразу подменю вопрос. Вот просто следите за руками моментально. Может ли быть бесцельное произведение искусства? Вот вообще бесцельное. Мы вспоминаем про Висслера «Искусство ради искусства», да? Но тут вопросы, потому что так или иначе, искусство является отражением чего-то. Отражением мысли, как правило, да? Или воплощением чего-то, да? Той же мысли и так далее. То есть, скорее всего, произведение каждого конкретного автора рождается из того, что может быть сформулировано словами этим самым автором. Еще раз. Это не значит, что мы эти слова должны понимать или что мы это можем понять в принципе, да? Но, если ты не можешь, воспринимая искусство, сформулировать эти слова, это не значит, что их нету, да? Что их не было в сознании автора. Ведь даже если автор пытается сформулировать, воплотить что-то невыразимое, он может сформулировать словами, что я вот сейчас воплощаю невыразимое. Это вполне себе формулировка, да? Ну, скажем честно, что когда искусство работает с невыразимым, опять же, мы про это тоже можем вычитать отдельную лекцию, это очень интересно, но это довольно ограниченный круг феноменов, захватывающий, ну и не такой многообразный, честно говоря. Вывод. То есть, похоже, бесцельным для автора произведение быть не может, да? Возникает вопрос, какая цель у нейросети? Ну, это тоже довольно просто. Какая цель у нейросети? Соответствует запросу, конечно. Ее цель соответствует запросу, у нее все проще, чем у многих иных художников. Если зритель не может ответить на вопрос о цели, это может означать либо, по его иллюзорному восприятию, да, что нет цели, или что он не знает цель. Для зрителя зачастую, это понятие-то равнозначное, но практика это немножко порочное, потому что, как мы обсудили чуть выше, если бы цели не было, произведение бы не возникло, да, так или иначе. Мы всегда можем надумать цель, мы всегда можем ошибиться в этом, мы всегда можем, вот как я сейчас вам тут многократно предлагал цели, у меня нет никаких иллюзий, что авторы имели в виду именно это, и нейросеть тоже. Но, тем не менее, предложить надуманные цели, это, пожалуйста, всегда обращайтесь. Мы можем сформулировать цель, потому что мы принципиально не способны сформулировать цель в данном случае, это тоже вполне возможный вариант, потому что у нас же есть какие-то стереотипные представления о том, что художник это какая-то более высокая инстанция, он воспринимает по-другому, у него сверхчувственный мир, мы вспоминаем про эпоху романтизма, например, да, когда есть тонкий мир для простых обывателей, вот что-то такого типа. Если художник действительно оказывается способным к восприятию чего-то особенного, ну, мы можем так или иначе быть в той ситуации, когда мы не обладаем соответствующими способностями. Следующий теоретический вопрос. А есть ли какая-то общая цель у искусства? Ну, прекрасно, что у нас есть произведения с целями, мы их понимаем, не понимаем, ладно, общая цель у искусства существует ли? Вообще шикарный на самом деле вопрос. И я полагаю, что если она и существует, то на данный момент нейросеть является едва ли не вместилищем этой цели. Опять же, это не помогает нам ее сформулировать. Но тем не менее, что вот если она и есть где-то там, она как модель платоновской космической души. Вы же помните про космическую душу, я надеюсь? Я вам хорошую, добрую вещь скажу. Вы все ее осколки, да? То есть вспоминаем платоновские труды, да? Этипическая душа раскололась, каждый из нас – это ее осколок. Ну, собственно говоря, образование и вообще все духовное совершенствование, которое мы практикуем, это то, что помогает нам вспомнить о том, частью чего мы являемся, да? Вспомнить о том, откуда мы пришли, да? Путь к правде – это никогда не путь вперед. Путь к правде – это всегда возвращение, да? Вот это вот важный момент, потому что мы откололись от чего-то очень-очень хорошего. Ну, а, собственно, гоня и рассеть, по большому счету, это совокупность таких осколков и есть, да? Так может быть, это в действительности ничто иное, как модель платоновской космической души. Немножко вспоминаем про Висслера и то, что я говорил до того. Теофиль Готье ратовал за бесполезную красоту. Почему Висслер так пришелся ему по душе, да? Он говорил, что подлинно прекрасно лишь то, что не может приносить никакой пользы. Все полезное, безобразно, поскольку выражает потребность. А потребности человека пренебрежимы и отвратительны, а дальше он там про туалет говорит. Но вообще формулировка-то сильная. И заметьте, это тоже одна из проблем, с которыми я часто бьюсь. Это преобразование литературы в школе и вообще обсуждение искусства в школе, потому что, ну это довольно странная история, потому что Достоевский, например, пишет о том, что красота, оказывается, что-то нам там должна примерно в эти же годы. А Теофиль Готьест думает, что не должна. По крайней мере, неплохо бы представлять обе точки зрения. Но тут есть один изъян у этого всего. То есть, казалось бы, цели-то быть не должно. Но ведь быть бесцельным и бесполезным – это тоже цель. Поэтому вот от этого целеполагания, казалось бы, спастись не получится вообще. А как? Как художественный мир спасался? Ну вот тогда как раз и возникает вот это движение парижской богемы, лондонского эстетизма. То есть, это искусство ради искусства. То есть, искусство, оторванное вот от тех двух фундаментальных функций, литургической и червильной, о которых я уже вам несколько раз упоминал. Кстати, именно в тот момент в результате поднимают флаги понятия «свобода». И вообще это был во многом поворотный момент не только для истории искусства, но и для истории культуры в целом. Но вот когда начинают поднимать флаги понятия «свобода», начинается многоопасная игра. Потому что начинаются формулировки в духе того, что я художник, я так вижу и тому подобное. Но проблема-то в том, что не очень хорошие произведения искусства являются порождением авторской воли. Вот сугубо авторской воли, я имею в виду. А есть какие-то точки зрения на тему того, а что порождает действительно великие произведения? Воля там участвует? Нет вопросов. Воля, конечно, участвует. Но вот основную роль, как вы думаете, что играет? Я глубоко убежден, что это чувство долга. Долга неизвестному источнику. То есть может быть не отрефлексировано. Кто-то там, приверженцы, в достаточной степени романтического дискурса могут говорить, что вот я сижу, кто-то водит рукой или что-то в этом духе. Кто-то просто осознает метафизику момента. Но вот это желание создать по непонятной причине, как правило, и порождает то, что мне представляется в искусстве наиболее интересным. Мне кажется, что настоящее произведение, оно должно удивлять своего автора. То есть когда... Вот то, что Пушкин формулирует такую штуку, выкинула со мной, Татьяна вышла замуж. Это очень понятно. Когда она действительно приносит какой-то сюрприз, делает какой-то подарок неожиданно для того человека, который формально является его создателем. Ребята, я вам скажу, нейросети работают именно так. Сетью мы не управляем. То есть по большому счету, если нам что-то не нравится... У меня очень часто бывали такие ситуации, что у меня получается какая-то картинка, все хорошо, но вот стакан бы перевинуть влево и луну немножко другого цвета сделать, и ничего не сделать. Ну это как бы либо фотошоп, либо сказать вот все то же самое, но по-другому, вот как бы тот же самый, но с перлобутровыми пуговицами. Нет, этого не может... Единственное исключение — это Дали, но Дали именно... Ну, в смысле, сеть, да, Дал-И, да? Она специально... Именно это ее ключевая фича, ключевая особенность. Почему, тоже могу рассказать, но я думаю, что у нас на это сегодня нет времени. Но важно то, что, в общем-то, мы не управляем тем, что она порождает. Мы просто можем попросить ее переделать, и это может быть вообще уже без стаканов и луны. Но, тем не менее, вот скорректировать немножко, малозначительно, ее средствами — это совершенно невозможно. А у меня есть, честно вам скажу, вот абсолютно убежден я, есть некоторое количество совершенно шедевральных картинок, нарисованных нейросетью. Я это не себя нахваливаю в данном случае, я нахваливаю ее, конечно. Я их вам не буду показывать, ни одной. По многим причинам, одна из них заключается в том, что я думаю, что я их буду использовать, так или иначе. Но близким людям я их показывал неоднократно, и я получал один и тот же вопрос. А по какому запросу ты это... Как ты вот это сгенерировал? И знаете, что я понимал? Я понял, что не объяснить. Ну, то есть, как бы, я могу сформулировать слова, я могу сказать, сколько раз я потом нажимал на там, на... на вариейшн и так далее. Но это ничего не даст. Это просто не приведет ни к чему точно такому же. Больше вам скажу. Несколько раз, ну, в особо, наверное, выдающихся случаях, я понимал, что нейросеть нарисовала вот какую-то чрезвычайно удачную картинку, потому, что она меня не так поняла. Ну, у меня вообще свободный английский, в принципе. Ну, вот когда я просто потом вглядываю, а почему она это нарисовала? А вот я понимаю, а, то есть, ты подумала, что вот это тут несуществительное глагол, и вот так вот ты это проинтерпретировала, и так далее. И вот это же на самом деле как таковое потрясающе. Не шедевр, но такое милое одно полотно я вам покажу. Как думаете, что это такое? Вот давайте так. Я торжественно клянусь. Если вы угадаете, по какому запросу это сгенерировано, я подарю вам свою квартиру в центре города. Я легко. Уже, считайте, договорились. На свете есть один человек, который это знает, и он не здесь. Ну, тянуть паузу мы не будем. Я скажу. И вот что интересно, когда вы это услышите, мне кажется, что очень многое станет яснее. Я хотел создать комбинацию, «Постоянство памяти Дали», «Сотворение Адама Микеланджело» и «Поцелуя Климта». Да? И в принципе, зная это все, вот глядя сюда, на эту половину, вы что-то угадываете тут «Постоянство памяти». А здесь вы угадываете Сикстинскую капеллу маленько. Да? Ну, с Климтом промазчика вышла, но «Поцелуй» угадывается. Вот и все. То есть я ожидал увидеть что угодно, только не это. Но в целом получилось занимательно. Да? Понятно, где каждая из трех картин, которые так или иначе складывались в данном случае. Вот это вот расхождение с замыслом, это на самом деле ключевое свойство великого творчества. Если вы посмотрите на биографии Дега, Моне и так далее, они неоднократно говорят, как случайно получались шедевры, как это все было с течением обстоятельств, ну и в общем об этом кто только не говорит. То есть по большому счету то, что реализует нейросеть, это квинтэссенция творчества едва ли не в самом романтичном понимании, романтическом, не в смысле романтики, а в смысле эпохи романтизма, понимании этого слова. По большому счету то, что происходит с нейросетью, когда мы взаимодействуем с нейросетью, это своего рода форма общения, это диалог, это с чатом GPT это вообще просто вопрос-ответ, да с рисующими нейросетью это запрос и визуальная реакция. Если бы мы с вами обсуждали опять же функции искусства, я бы привел из тех же немножко пугающих своей однобокостью художественных энциклопедий 10 функций искусства, которые начинаются с гидранистической, терапевтической, посвятительской, заканчиваются пропагандистской, гипнотической и так далее, и каждую из них можно оспорить. Одна функция только не вызывает вопросов, это функция коммуникативная. Да, искусство так или иначе это форма общения, и нейросеть в этой всей истории становится своего рода собеседником. Дальше вещи, которые, честно говоря, меня озадачили по первости еще больше. Вот, посмотрите сюда. Вот запрос сверху, если что, если кому-то вдруг интересно. По столбцам. Первый столбец, самый левый, он с одним значением параметров, средний с другим, самый правый с третьим. Ну, то есть, давайте так скажем, есть некий численный параметр работы нейросети. Вот здесь вот он на нуле, тут он на середине, тут он на максимуме. Как вы думаете, что бы это мог быть за параметр? Это творчество. Оказывается, творчество можно измерить каким-то образом. И ведь что получается, да? Действительно, картинка, чем дальше, тем становится все сложнее и сложнее. В самых правых, на самом деле, если вы вглядитесь, то там уже как это называется, резьба по наличникам окон, вот это вот все, не говоря уж, конечно, ну, у меня слабость к маякам, поэтому, конечно, это моя любимая картинка. Но вот появляет, никто не просил маяк на крыше, вы видите, что просили-то? Дом, в сумерках, фонат, человек идет по улице. Все. Но не говоря уж о том, что на минимуме творчества человек это только мужчина, да? Когда творчество побольше, он уже понимает, что мэн это просто человек, да? То есть, как бы это может быть и женщина тоже. Вот мы видим женщин на двух нижних картинках, да? Это, кстати, небольшой лайфхак, если вы будете пользоваться и так далее. Значит, у меня общая рекомендация, если вы даете очень конкретный вопрос, да, такой, очень много подробностей, да, делайте мало творчества. Если очень короткий запрос, творчество выкручиваете на максимум, будет интересно. Смотрите, а вот тут вот, тоже любопытная история, опять же, разное значение параметров, минимум и максимум, да? Как вы думаете, чем отличаются одно от другого? Ну, догадаться практически невозможно. Тут все-таки квартиру обещать не буду, но в целом это довольно сложно. Кто-нибудь читал книгу Роберта Пирсика «Дзена. Искусство ухода за мотоциклом?» Фантастический совершенно труд. Это книга, которая входит в двадцатку или в полсотни самых продаваемых книг по философии бытия в истории человечества. Там во главе угла находится понятие качества. вот эти картинки отличаются качеством. Качество – это не качество рендера, это не толщина травинок. Это качество образного мышления, если угодно. То есть, возможно, Пирсик пишет о том, что такое качество в сущности, мы не вполне понимаем. Но она понимает такое впечатление. Вот. А здесь в серединке качество в среднем значении, но тут, в отличие от крайних, я отводчество на максимум выкрутил. Некоторые болезни мы видим. Это мания рисовать воду, мания рисовать отражение. Потому что никто не просил воду и отражение, но только если есть такая возможность, она засунет воду и отражение в каждую, в каждую, в каждую возможную щель. Но, тем не менее, это чрезвычайно интересно само по себе. И надо сказать, что картинки на минимуме качества, тем не менее, нравятся мне в достаточной степени сильно. Нельзя сказать, что они отличаются радикально именно с точки зрения и качества. Ну что, давайте перейдем к выводам. Революция, так или иначе, она уже состоялась. Масса издательств в Америке, в частности, перестали принимать рукописи. Совсем. Особенно фантастику. Потому что сейчас стилизовать литературу или порождать сюжет про роботов, это стало делом, ну так, минут. Вопросы плагиата, они тоже отпадают. Мы все помним про диссернет и про все вот это. Сейчас нейросетью можно просто переформулировать текст и средства контроля повторяемости словосочетаний, которые показывают, что это способ написать диплом, взять википедию и переформулировать. В общем-то, действительно, с диплом, книгу, что угодно. Я иногда, знаете, люблю поглядеть какие-то видео с обсуждением того, как работают другие писатели на ютубе. Ну, на английском языке, как правило. И сейчас новое веяние, появляется масса видео, знаете, на какую тему? А как сделать так, чтобы Амазон не понял, что вашу книгу написала нейросеть? Ну, потому что, действительно, это стало очень и очень легко. Вдумайтесь, эта мысль меня потрясла в свое время, помимо всего прочего, она потрясла меня своей неоспоримостью. У меня был шанс убедиться в чем-то подобном. Вы знаете, что в социальных сетях это не связано с нейросетями, это связано вообще с технологиями. Ну, я думаю, что большинство присутствующих, я не знаю, уже все или не все, но, наверное, все представлены так или иначе в социальных сетях. Да, и вы ставите лайки по интересам, помимо всего прочего, да, что вы любите, что вам нравится, что вам не нравится. Так вот, было исследование, что никто в вашей жизни не будет знать вас лучше, чем социальная сеть, которой вы поставили 117 лайков по интересам. знать, понимать, предугадывать вкус и так далее. Я в этом убеждался много довольно раз, когда социальная сеть подсовывала мне ровно то, что мне было нужно. Я не про рекламу сейчас, я про какие-то нужные посты, идеи и так далее. Просто на основании того, что я, безусловно, такого рода вещи настроен использовать, а не отвергать, так или иначе. Некоторое время назад, а именно в 2018 году на аукционе Кристис было за полмиллиона долларов продана вот эта картина как первое произведение искусства, которое было создано искусственным интеллектом. Это, так называемый, портрет Эдмонда Беллами. Как вы видите, никто не выдавал это за реальность. Никто не пытался изобразить, что это потерянное полотно Пикассо или что-то в таком духе. Это просто художественный образ, который создан с помощью алгоритма, фрагмент которого там приведен на подписи. И это, я подчеркиваю, 2018 год. Мид Джонни появилась в 2021. В 2018 казалось, что, ой, как смешно, компьютер там пыжится, что-то вот может такое занятненькое нарисовать. В 2021 году уже абсолютно не смешно. только что, но это известная история, вот эта фотография выиграла конкурс креативных фотоснимков, которые проводит компания Sony. После этого автор поизнался, что она сгенерирована искусственным интеллектом. Если всмотреться в лица, в это действительно трудно поверить. И главное, трудно принять то, что это уже стало объективной реальностью. Но здесь, опять же, художественный жест делается уже из самого того обстоятельства, да, что можно ввести экспертный совет в заблуждение, что настолько размыты критерии. Это к вопросу о критериях, когда мы смотрели картинки с натюрмортами. Вот нашли сейчас якобы утраченную картину Пикассо в Нидерландах. Ну и все думают об одном. Ну как бы и что? Мы снова оказываемся вот в этой ситуации абсолютной неопределенности, абсолютной загадочности. Мир снова становится загадкой. Ну, я, например, не мог ожидать, что Илон Маск подпишет письмо о том, что надо задерживать исследования в области искусственного интеллекта. Но в целом дело действительно пахнет керосидом. Но другое дело, что, понимаете, похоже, что задерживание это просто откладывание. То есть тут принципиально-то от этого ничего не изменится, хотя ситуация начинает выглядеть довольно странной. Италия запретила использование ЧАД-ЖПТ у себя. Якобы они ссылаются на то, что это так или иначе эксплуатируют персональные данные людей. Но понятно, что, в общем-то, вряд ли действительно причина в этом, особенно принимая во внимание то, что ЧАД-ЖПТ действительно сейчас имеет ограниченный доступ в интернет или не имеет вовсе. То есть, по большому счету, доступ к базам данных постоянного у него так или иначе нет. То есть, понятно, что это отговорка, в общем-то. Фантастика на самом деле во многом и для меня, например, откровение заключается в том, что техническое средство оказывается таким подспорьем конкурентом и игроком не в сфере технологии, не в сфере производства, не в том смысле, что это делает революцию в процессе сборки автомобилей. Это производит революцию в творческой сфере, которая, казалось бы, но всегда являлась чем-то сугубо нашим. То есть отличительной чертой именно человека. Возникает вопрос, а вот такие ли мы уникальные, как мы хотели бы думать? Да, философия, религия, вот на протяжении многих-многих веков с особенным усилием в эпоху возрождения учила нас, что мы венец творения и вообще, что мы неповторимые и так далее. Но в действительности если было какое-то множество аргументов в пользу этого, скептики всегда говорили, что мы с муравьем можем есть о чем поспорить, кто важнее для этой планеты, то вот сейчас очень многие из этих аргументов они принципиально перестают работать. Да? Вопрос, ну, как бы найдутся новые аргументы или чего, или мы скажем, ну, да, извините, мы пойдем. Мы говорили о том, что, и действительно, как бы ученые и генетики подтверждают это, что, ну, есть такое понятие, как генетическая предрасположенность к искусству, к творчеству там и так далее. Я сам сдавал ДНК-тест, скажу вам по секрету, очень много интересного узнал, но оказывается, что это все может так или иначе быть воспроизведено в цифре. Да? Джеймс Болдуин в своем достаточно важном труде «Творческий процесс» писал следующее. Цель искусства — обнажить вопросы, которые были скрыты ответами. Но вот в действительности вот то, что происходит сейчас, это само по себе как целое является, ну, едва ли не художественным актом как таковым, актом какого-то абсолютно необъятного и неведомого масштаба. Понимаете, я на самом деле, опять же, если кто-то из вас слушает меня уже многие годы, вы знаете, что особо часто я говорил о модернизме и о том, что начало происходить в конце 19-го, начало 20-го века и почему мы живем на модернистском витке истории культуры и почему все эти понятия такие как постмодерн, метамодерн и так далее это сугубо синтетика, в общем-то, это продолжение того же самого и почему нет никаких оснований полагать, что это как-то прервется и почему нам до сих пор вот так важно понимать именно то, что начало происходить тогда. Я пока не берусь утверждать как-то это радикально, модернистское это само по себе явление, не модернистское, но вот сейчас наметилось что-то новенькое. Вот в действительности какие-то большие перемены они замаячили именно в это время, но не говоря уже о том, что, ну понимаете, в каком-то смысле это создает новую ценность любви, новую ценность отношений, если действительно мы не такие уникальные и не такие неповторимые, как вот очень хотелось думать с большим усилием ценой огромного количества средств от пропаганды до инквизиции, то, наверное, если мы и обретаем какую-то ценность и имеем какую-то ценность, то это ценность для конкретных людей, да, и мы оказываемся вот чуть ли не в какой-то околосредневековой истории, когда вопрос выживания это какой-то вопрос существенно в меньшей степени индивидуальный, да, что в общем-то для выживания нужны были партнеры, да, так или иначе, что это вот дело какого-то альянса, вот сейчас немножко другая ситуация, в средние века женщина не вызывала без мужчины, сейчас гендерный паритет другой совершенно, да, но тем не менее, но тем не менее мы снова оказываемся вот в этом вот загадочном, немного пугающем и чрезвычайно интересном мире, и Борхес еще говорил, что вся история человечества это противостояние Платона и Аристотеля, но все-таки согласитесь, они как-то вот немножко, когда их читаешь сейчас, но такое впечатление, что немножко такое замшелое производит, да, такое ощущение, но как-то и Аристотель вдруг неожиданно по-новому и свежо зазвучал, он писал, что искусство завершает то, что природа не может довести до конца, и художник дает нам знания о нереализованных целях природы, вот что-то такое снова начинает проступать, и это в свою очередь перехмуется с Брехтом, который говорил, что искусство это не зеркало обращенное к реальности, а молоток, с помощью которого можно что? Разбить? Нет, это же Брехт, не разбить, придать форму, конечно, придать форму, и именно что? Это приводит к мысли о том, что вот само появление нейросетей, оно как акт обладает определенными эстетическими характеристиками, и Чино Ачеба в «Истине вымысла» говорил, искусство это постоянное усилие человека создать для себя иной порядок реальности, чем тот, который ему дан. Как правило, я не знаю, будет ли у вас такой вопрос, но обычно после этой лекции возникает неизбежно такой вопрос, надо ли грустить? Ответ простой, нет. Почему и что вообще происходит? Ну, понимаете, если кому-то надо грустить, то мне, потому что я работаю в этой сфере, но тоже я не грущу. Просто само понятие креативности, оно видоизменяется, да, возникает некая новая креативность, если угодно. Опять же, тот же Джон Дьюи, который уже говорил, что искусство, на который я уже ссылался, говорит, что искусство это самый эффективный способ коммуникации, который только существует. И вот видите, в чем штука. Нейросеть это не сообщество, да, она как бы ваш индивидуальный собеседник, более того, она в каком-то смысле общий у как раз у сообщества художников, да, и это вот тот, та отличительная черта, которая ставит нас немножко в особенное положение. я скажу честно, я, знаете, я веду бюджет, я всегда, я записываю, что я трачу за месяц, там, знаете, столько за электричество, столько там на еду, столько туда, сколько сюда. У меня появилась статья, тратный нейросети, ну, потому что у меня подписки там-сям и так далее, то есть вот у меня каждый месяц, вот сколько-то, копеечка куда-то туда-туда-туда-туда-туда, потому что это нужно, потому что я работаю с этим, потому что современный автор с ней общается постоянно. Кто-то берет идеи, кто-то оттачивает образы. На самом деле, возможно, когда-нибудь об этом и расскажу, но не только у меня существует такой, напрашивается английское слово, workflow, то есть вот такой порядок действий и порядок использования нейросетей для решения каких-то конкретных задач творческих и околотворческих. Я же, по-моему, все прочее в главной редакторе издательства, когда мне нужно с чем-то разобраться, что-то оформить и так далее, что именно для меня нейросеть может сделать. Важный момент. Сейчас действительно грядет что-то интересное, когда станет понятно, что надо либо, грубо говоря, нейросети свое образование заканчивают на текущей стадии, и дальше они не учатся на более новых произведениях. Почему? Потому что сейчас интернет заполоняется картинками, которые ими и порождены. И если, так сказать, вот тут снять с этой лошади эти шоры, то она начнет учиться на себе самой. Куда это приведет? Ну, разные есть гипотезы, можно подумать. Либо, допустим, действительно она держится в стойле. Действительно, я упомянул вскользь по поводу выхода чата GPT в интернет. Это же большая проблема. Это вопрос, с которым люди сейчас работают. Можно ли ему выходить в интернет? И что происходит, если он выходит? Что происходит, если... То есть, грубо говоря, у него фиксированный набор знания? Или, если что, он загуглил, пошел? Это очень сильно меняет характер его работы и характер его ответов. Естественно, все художники, именно, если говорить в контексте нашей сегодняшней лекции, я имею в виду живописцев, очень часто сейчас обсуждают вопрос о том, а нужны ли они? И вот теперь, на самом деле, снова это возвращение во что-то около средневековое, во что-то такое идеальное, может быть, даже книжное, потому что художник снова должен решать, он работает ради денег или не ради денег, да? То есть, если ради денег, то нужен он не сильно, скажем прямо. А если не ради денег, то такой вопрос перед ним, в общем-то, не должен возникать, да? И это в каком-то смысле новый шанс оказаться вот в той ситуации, о которой, казалось бы, мы грезили, когда читали «Игру в бисер», Гесса и другие замечательные книги. Поэтому я поздравляю вас, мы снова оказались в удивительном мире, в котором у искусства снова детство. Спасибо. Значит, если есть какие-то вопросы, мы можем об этом поговорить, но тут просьба говорить в микрофон, потому что трансляция, потому что все дела. У кого-то есть вопросы, пожалуйста. Нет, ну тогда я начну. Давайте, да. Вот внимательно... Не всем, ну что вы. Прослушала внимательно лекцию. Ну, все-таки, вот два мнения. Нейросеть как помощник и нейросеть как гибель человечества, мозга, интеллекта. Вот что ближе... Или это и то, и то? Что ближе? Значит, я глубоко убежден, что вот что касается именно гибели мозга, если мы ставим вопрос так, то, безусловно, нейросеть — это средство для развития мозга, потому что любому индивиду нужно сейчас вертеться значительно быстрее. Да, и соображать быстрее, принимать больше решений, учитывать больше факторов и лавировать активнее. Другое дело, что, безусловно, возникает вопрос, насколько «Терминатор 2» пророческое кино. Это не гибель мозга, это совершенно другого рода феномены. Я думаю, что жить в страхе — это довольно проигрышная позиция в любом случае, а так я, безусловно, расцениваю это как шансы и спектр возможностей. Помощник ли это, замена ли это, то есть это просто ассистент, или это что-то большее, или это, ну, как бы... То есть это правая рука или просто дополнительный какой-то там карман? Это каждый решает сам, безусловно. Кроме того, тут нужно же еще понимать, что я вот эту лекцию читаю далеко не первый раз, и вы не представляете себе, до какой степени она сейчас меняется. Просто потому, что когда я начинал, «Чат-ГПТ» был третьим, например, там уже на этапе третьего с половиной много чего произошло. «Меджони» был... Я не помню, читал ли я, как АК-4 не вышел, но сейчас вышел пятый. Ну, то есть появляются... Но «Блювиллоу» это очень любопытный момент, тоже появившийся... Я ни разу не пробовал «Леонардо», хотя я слышал массу... Ну, то есть, короче говоря, в общем-то, если заниматься только этим, то это можно посвятить несколько жизней. И важно, что, конечно, это будет все более и более популярным. Важно, что это будет предлагать все больше и больше возможностей. Ну, и посмотрим, чем обернется. Действительно, сейчас довольно трудно даже вообразить, что в конечном итоге может быть одним из... очередным результатом возникновения нейросетей в нашей жизни. А вот интересно, а есть хозяин у нейросети? Ну, безусловно, что OpenAI, которая, собственно говоря, компания, авторы ChatterGPT и DALI, о котором я упоминал. То есть, DALI — это рисующая сеть, ChatterGPT — это текстовая... А вот эти все Medjony, BlueVille... Medjony — это другая история. Это другой производитель. Но, безусловно, что за каждой из них есть компания. Потом смотрите. Ну, то есть, на самом деле, у меня образование программистское, да, то есть, понятие нейросети было еще тогда, когда мне было восемнадцать лет. Я это прекрасно помню. Просто, как говорили Монти Пайтона, никто не ждал Испанской инквизиции. то есть, никто не ожидал. То есть, тогда это все казалось очень занятным. То же самое. Нас кормили завтраками о том, что, ну, ребят, сейчас мы упремся в производительность кремниевых компьютеров, будет оптический компьютер. И где мне сорок лет? Так и нету. Тут примерно такая же история. То есть, в общем-то, опять же, я могу объяснить, как это работает на техническом уровне, но пока не появились вот эти, как бы, трансформеры, как логическая структура, в действительности ничто не предвещало. Смотрите, сам принцип нейросети, он не такой сложный, как может показаться. Что имеет значение, это то, как бы, сколько она проучилась и на чем? То есть, в общем-то, вот эта вот база, почему Меджонни рисует больше всех, лучше всех, действительно, с таким отрывом. Вот у меня просто был период, когда я потерял доступ к Меджонни на две с половиной недели. И я тогда искал какие-то замены там и так далее, и я понял, что ничего даже рядом не лежало вообще. Но почему так произошло? Во-первых, она научилась на том, чем надо, остановилась тогда, когда надо, а потом стала самой популярной, и ее научили, там же ведь очень важно в нейросети, когда вы оцениваете результат, то есть понравилось, не понравилось, она так понимает, ага, это я попала, или я не попала, и так далее. То есть вы не пренебрегайте этими оценками, это имеет определенное значение. Поэтому тут вот это обстоятельство важно. Про хозяина, нет, конечно, есть у этого собственник, этот собственник, но у него два, предмета обладания, да, это алгоритм, который не такой затейливый, и вот эта вот база, которая, вот это большой вопрос, во-первых, как хранится, какой объем, и так далее. Вот эта вот статистика про 2,3 миллиарда картинок и 3,5 миллиарда параметров, это для Меджони. Да, но с текстами все совсем подробно. Еще, опять же, у меня есть некие истории про то, как они пишут музыку, это тоже, как бы, тоже варианты. Ну, и тут, это бескрайняя история в действительности. Действительно так. Еще, опять же, понимаете, музыку, скажем, есть там определенные проблемы с тем, как она пишет, но если просто попросить ее порождать не вав-файлы, в смысле, не музыкальные файлы, а миди-файлы, в смысле нотки, а потом отдать какому-нибудь настоящему синтезатору, типа симфоник органа, и чуть-чуть подкрутить ручки, ну, все, Ханс Циммер. Фантастика. Какие еще вопросы? Да, пожалуйста, конечно. Вот вы говорили о том, что нейросеть неуправляемая, да, то есть, ну, вот, по большому счету мы не можем, ну, запрос есть запрос, но что мы в итоге получаем, это вот как бы, как писатель, вы вот пишете роман, начинаете писать роман, вы не знаете, чем он закончится, да, здесь такая же история. Можно ее расценивать тогда, как новый вид искусства, так же, как и вот отдельный вид искусства, вообще отдельный. Мне кажется, что я примерно об этом говорил два часа, да, безусловно, можно, тут есть другая проблема, иногда очень и очень нужно повторить что-то за ней, да, вот, понимаете, это все, вот, сама эта ситуация, она очень связана с тем, что такое случайность для компьютера, и почему случайности быть не может, почему мы, когда говорим про случайности в дискурсе компьютер-сайенс, если не привлекаются какие-то внешние средства для генерации случайных чисел, хотя просто, да, мы говорим про псевдо-случайные числа, вот, собственно говоря, на самом деле корень неповторимости, он связан с этим, с тем, что это смысловая, вот, шумовая картина, из которой генерируется картинка, она всякий раз разная, но тем не менее, даже в Миджоне есть некоторые средства, как, вот это вот, начальное значение для генераторов случайных чисел сохранять, почему, я все время говорю вот про эту, про шумовую световую картинку, вы, если посмотрите на название большинства нейросетей, вы, наверное, услышите там повторяющееся слово диффьюжн, диффузия, да, на самом деле, стейбл диффьюжн, тут много картинок стейбл диффьюжна было, он на втором месте после Миджона, это все Миджоне, если же, вы, кстати, заметьте, да, я попросил юного Ван Гога с отрезанным ухом, он понял, что у юного Ван Гога ухо-то на месте, да, так, на секундочке просто, узнаете, да, я думаю, все полотна, о чем я, вот, и, если говорить о том, что происходит, да, то вот этот вот цветовой шум, он диффундирует в, ну, что-то насыщенное смыслом, вот, собственно говоря, так именно это, и работает, то, что это новый вид искусства, это безусловно, то есть, обособлять ли это от живописи, я бы не стал, потому что тут, это, это, новое средство, так то же самое, как когда появились масляные краски, вот художники, более древние говорили, что нет, это все не естественно, это все от лукавого, надо ягоды давить, но понимаете, что мы имеем сейчас. Да, и в связи с этим, важно ли, действительно, с это мы нарисовали, или мы сгенерировали это. Мне кажется, основная особенность, что мы, что человек, венец творения, и какой-то уникальность наша в том, что нам это нужно, что у нас есть потребность, вот, на это все смотреть, это генерировать, это рисовать, писать, читать, то есть воспринимать, то есть никакому даже ни нейросети, ни искусственному интеллекту, даже если он разовьется в какой-то, это не нужно, ну, в общем-то. Вы видите, тут одна есть проблема, которая очень, это очень хороший вопрос, одна есть проблема, которая стала темой для очень многих научно-фантастических произведений. Вы говорите, что потребность это преимущество, а на самом деле потребность это проблема. В общем-то, вот на уровне генезиса существа, по большому счету, существо, которое ничему не нужно, оно значительно более витально, оно как бы, ну, у него потенциал продолжения своего существования значительно выше. Вы просто исходите из какого-то романтичного, романтического картина, которая мне очень импонирует, и она очень хорошая, очень прекрасная сама по себе. Это первое. Второе. Есть еще один момент, который, мне кажется, помогает и позволяет и заставляет дифференцировать разные виды искусства. Потому что живопись, сгенерированная нейросетью, она, например, меня завораживает. Видео, сгенерированная нейросетью, меня немного пугает. Музыка, сгенерированная нейросетью, у меня вызывает вопросы, а литература там пока еще не так. То есть, вот как бы, на уровне фактологии, какого-то инструментального, инструментальной помощи, этот чат GPT у меня не выключается. Но попросить его написать текст в общем, художественной, пока нельзя. Я, опять же, я рассказываю о том, как это делать иногда, но там есть некоторые проблемы. Почему? Потому что образность, она по-разному устроена. Совершенно по-разному. Я помню, когда времена были совсем-совсем другими, меня пригласил к себе в гости Одесский кинофестиваль, и там был мастер-класс Тимура Бекмамбетова, у которого была одна из разработок, я там про Параджанова рассказывал, одна из разработок, это, ну вот, собственно, насколько я сейчас понимаю, это было что-то для генерирования видео нейросетями, то есть там можно было пригоршными текст закидывать, а он создавал из этого видеоряд. Ну вот, на мой взгляд, это, и он рассказывал при этом о том, что, вот как это, сколько это решает проблемы, можем детям каждый день ставить какой-то новый контент, сегодня скопировали красную шапочку, завтра скопировали что-то еще и так далее. На мой взгляд, это скорее, то есть я бы постерег себя показывать это детям так или иначе, потому что это все-таки не должно быть тем же самым, что насыпание корма коту в мисочку, да, то есть это чуть-чуть-чуть иной процесс воспитания нервной системы. Вот тут примерно такая же история, но другое дело, что, конечно, вот этот паритет, он будет со временем восстанавливаться, да, и одни виды, и одни формы, они будут подтягиваться под другие. На самом деле, еще раз, мне как культурологу очень интересно и важно, потому что это же повод задуматься о реальных различиях между разными формами искусства, да, потому что мы все очень любим рассказывать о том, что вот это все передает эмоции и так далее, а оно же вообще по-разному работает, судя по всему. Вот это тоже средство, которое, это тоже шанс, это тоже шанс, который, в общем-то, довольно глупо отрицать и совершенно не надо бояться. Спасибо. А вот еще, что касается ступенек в искусстве, развития как такового, допустим, может ли нейросети сделать вот этот скачок, когда, например, появился там, не знаю, черный квадрат Малевича, она пользуется уже готовыми алгоритмами, нашими какими-то уже наработками, а вот может ли она вот перейти вот этот грань, когда возникает импрессионизм, когда возникает, ну то есть что-то... Я же ведь об этом говорил, смотрите, ну то есть, грубо говоря, если мы исходим из того, что в сущности история человечества это история наследования идей, так и начат от одного к другому, Малевич был примерно в той же ситуации, что и мы, только чуть-чуть раньше, то есть у него было какое-то количество идей и какое-то количество внешних обстоятельств. Он принял решение, что нужно нарисовать такую картину, а то, как на обстоятельства реагирует нейросеть, я вам пытался показать на одном из слайдов. Другое дело, что вот то, что она не может на данный момент, то есть как не может, сейчас скажу об этом, ну то есть другое дело, проблема заключается в селекции. Ну то есть, грубо говоря, мы даем какой-то запрос, может быть он какой-то чрезвычайно удачный, я понял на самом деле, действительно, это тоже как форма общения, в какой-то момент я понял, как надо с ней разговаривать. И вот ты даешь, понимаешь, грубо говоря, как породить что-то необычное, что-то интересное, что-то красивое и генерируешь 40 картинок. Вот вопрос в том, что из этих 40 картинок, вот действительно выдающаяся одна, она не может выбрать, она не скажет, которая из них, для нее ее дети как бы имеют особое значение. Но это тоже уже понятно, как решать, просто делается нейросеть-генератор и нейросеть-селектор, то есть как бы выход одной нейросети кормится другой нейросети, то есть одна это такой арт-критик, которая сидит и разбирается, а другая, она порождает. Это должны быть разные люди, это тоже напоминает модель в искусстве, между прочим, я имею в виду такого художественного сообщества. И то есть мы сможем какой-то момент гениальности даже просчитать в какой-то момент? Ну слушайте, мы же с вами убеждались неоднократно в том, что нету критериев так или иначе отличить одно от другого. И если вдруг как бы я какие-то очень сильно удачные полотна напечатаю вам на холсте, повешу на венецианской биеннале, будут ходить и вздыхать, как бы, ну это понятно. Главное не знать заранее, вот в этом проблема, главное не знать заранее, тогда можно кривить нос и задавать вопросы о критериях. А тут вот, собственно, если вы не знаете заранее действительно, если вы вот как бы с открытым забралом подходите вот вне какого-то контекста, то это производит совершенно другое впечатление. спасибо. Лев, скажите, думаете ли вы, что вот это, назовем искусство, пусть это будет искусство, вытеснит потребность человека ходить в музей и смотреть живое искусство? Я не думаю, что вытеснит, я думаю, вот что. Ну, то есть, мне кажется, что, я не знаю, в какой временной перспективе, появится примерно то же самое, что сейчас с фермерскими продуктами. Да, то есть, будет особенно цениться то, что создано живыми людьми, будут какие-то там наклеечки типа made by human или что-то типа того, да, будут мошенники, которые будут пытаться как бы то, что с искусственными красителями выдать за фермерские продукты и так далее. Мне кажется, что будет наоборот, по крайней мере, пока. Я не могу сказать про далекую перспективу. Почему? Потому что даже у... Ну, действительно, так получается, что у меня большинство людей, знакомых, друзей и так далее, они связаны с искусством и близки художественному дискурсу, так или иначе. Но даже те из них, которые довольно далеки, они сейчас каким-то новым интересом смотрят на все происходящее, потому что это все становится удивительным. И им тоже хочется это понять. Поэтому в силу ряда причин я думаю, что локально может возрастать наоборот интерес к этому ко всему. Если вы говорите конкретно про музей, я думаю, что все-таки вы имеете в виду не только музей, а просто восприятие настоящего искусства. То есть я имею в виду, что, грубо говоря... То, что сделано человеком. Да, да. То есть не обязательно идти в музей, можно альбомы Кандинского посмотреть, там вот это вот все. Я думаю, что это будет вызывать интерес пока только больший. Чего дальше, я не знаю. Я не Ванга, и я понимаю, что мы живем в обстоятельствах очень и очень быстрой динамики. Очень быстрой динамики. Кроме того, есть и другие художественные обстоятельства, другие внешне исторические обстоятельства. Но вот опять же, я главный редактор издательства, мы знаем, что происходит сейчас в большой истории. Я даже заметил, что люди стали чуть-чуть больше читать, да, потому что, когда смутное время, как бы люди начинают обращаться в эту сторону. Другое дело, что это касается не столько современной литературы, но тем не менее, как бы вот читать, это не значит, что стали больше книг покупать, опять же, у этого экономические причины, но читать стали больше, вот так вот, по чистым выводам, и это подтверждают, ну, практически, это во всех странах практически везде сейчас. То есть, говорится, что там оценка на 5-15%, кто-то говорит, ой, как мало, но, ребята, 5-15%, это очень много, на самом деле. Поэтому, это обстоятельство все равно, оно происходит не в вакууме, да, то есть, оно происходит на фоне огромного количества других исторических подробностей. И я тут опасности, пока меня это не пугает никак, я думаю, что я наоборот ожидаю некой волны дополнительного интереса, другое дело, вопрос в будущем современного искусства. Вот тут будут большие, то есть, как бы, классикам мало что угрожает, но им не особо и важно. Да, а вот именно в каком положении оказывается современный художник, вот тут более зыбко, более зыбко, более сложно, но и в каком-то смысле более существенно и более волнительно, я бы сказал. Перестанут творить? Нет, не в этом дело. Дело в том, что этот интерес будет, я как раз думаю, что опять же, исходя из того, что я сказал, может быть ренессанс какой-то этого, вопрос в том, что то, что сейчас делает нейросети, будет так иначе сопоставляться с тем, что уже прошло проверку временем, а не с тем, что делается здесь и сейчас. Опять же, это даст вот этот вот убыток в те же 5-10 процентов, я не говорю, что тут что-то радикальное будет такое, но тем не менее, вот с перцепцией современного искусства я ожидаю, что будет еще хуже, а тут и так неважно, честно говоря. Поэтому вот есть определенные у меня три волнения в этой сфере. Спасибо. Не за что. Пожалуйста. У меня уточнение, слышно? Да, да. Уточнение по поводу того, что гибель уникальности и неповторимости. Ведь нейросети созданы же нашей уникальностью, там накоплены наши данные, все рисунки, все художество, все остальное. Мы тут баловались с друзьями сетью ботом Кандинского, не знаю, знаете вы о таком или нет, и у нас получалось у каждой, у каждого по запросу свои разные картинки, то есть какой-то иной виток нашей собственной уникальности. Вот не может ли быть так, что однажды нейросеть станет именно новым способом выражения нашей уникальности? Безусловно. То есть понимаете, в чем штука? Вы сказали несколько тейсов очень противоречивых, поэтому тут давайте разбираться последовательно. Значит, то, что это является отражением уникальности, это именно так, это к этому, собственно говоря, я и веду, и это отчасти означает, что то, что мы получаем в итоге, это искусство. Другое дело, что я не очень понял, отчего вы делали. То есть сеть Кандинский, она по сравнению с Миджонни, Блювиллу и так далее, это бледное подобие, я ей просто пользовался, и я понял, что нет, ловить нечего, но вы на одном компьютере, каждая вводила одни и те же слова, и вы получали разное, что соответствует вашей уникальности. Ну что ж. Ну что ж. Может это быть так? Как компьютер узнал вас? Вот я, если хочу узнать, может ли это быть какой-то уровень уникальности? Это просто ваша интерпретация, я бы сказал, да? Это просто вот то, что вы вчитываете в то обстоятельство, что вы ввели эти слова. То есть, если бы хотя бы это происходило там на разных компьютерах и так далее, и вдруг как-то куки бы учитывались и так далее, что-то можно было бы тут если бы вы это делали вообще таким образом, ну это без шансов. То есть, это исключительно ваше прочтение вот этого вот всего. это случайность, а не уникальность. Нужно не путать случайность и уникальность. А, вы выбрали в смысле? А, выбор, ну нет, ну выбор, окей, да. Это может быть фактором, да. Но Кандинский, а он даже не по четыре, он же по одной генерирует Кандинский, да? Можно удавляйся, но данному по одной. Ну, что касается Кандинского, я должен сказать, что он намного продвинулся, то есть, он был чудовищным месяца полтора назад, сейчас он как-то стал поживее. Но тут, это вот то, о чем мы говорили с вами, Сабина, просто как бы он, понятно, что он менее тренирован на порядке. Ну, то есть, это все, с одной стороны, вопрос времени и направления, но, вот, на данном этапе он не конкурентоспособен пока, по-моему, ну, то есть, вот, в художественном отношении. Спасибо за интересную лекцию, спасибо Анастасу. Светлане Сургановой за приглашение на эту лекцию членов клуба «Пушкин рядом», резидентов клуба. Спасибо. Вам спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо.